ассаляму алейкум ва раматуллахи ва баракету мне дали ссылку я просто не знаю куда и что писать у меня не было контактов я амина гириханова которая находится в румынии просто некоторые новости узнаю и здесь у меня просто вчера был визит одной сотрудницы с он и она мне сказала что настолько все серьезно настолько все прям вот прям вот прям очень прям серьезно прям вот опасно я не знаю что там написано в этом секретном деле что это знает только судьи и а мой адвокат я просто хочу оповестить о том что я не знаю от чего чего ожидать от этой страны и от этих гребаных талутов которые здесь я хочу просто понимать реальность подготовиться физически морально я не знаю психически к чему мне готовиться мне опять утверждает что меня будут отдавать россии несмотря на то что есть запрет европейского суда я когда сказала что почему если есть запрет европейского суда как меня могут экстрадировать у каждой страны свои законы как это мне всегда отвечают это что я на являясь национальной опасностью и это все из-за того что германия подала на меня розыск что на меня открыто какая-то шенген виза я понятия не имею какая шенген виза на меня открытой кто это вообще сделал я никогда в жизни не открывала шенген визу я как выехала с чечни заехала в украину и больше никогда оттуда не выезжала и жила там последние эти почти шесть лет я не понимаю откуда это все какие есть доказательства на эту визу что я сделала где есть фото хотя бы где данные что вообще это почему германия подает человека в розыск не имея ничего я прошу прощения за мои эмоции просто вот эта ситуация касаемо этого лагеря она мне сейчас очень тяжело дается мне легче было сидеть в тюрьме чем вот здесь в лагере зная что я свободный человек по закону и меня выпустили но меня здесь держит ограничено ограничение правила определенные меня выпускает во двор только с часу 30 до 3 и телефон дают только на 20 минут я жаловалась я писала в европейский суд подавали жалобу насчет этого но ничего не изменилось потому что мне опять здесь твердят у нас свои правила и свои законы на это ничего не повлияло условия тоже ужасные когда меня сюда привезли после ареста с этой с этого сизо с тюрьмы я просто несколько дней мне честно мне стыдно это говорить я плакал из-за того что такие ужасные условия грязно эти насекомые эти клопы эти тараканы жутко холодно я просто вот просила чтобы меня вернули в эту в тюрьму мне было легче там сидеть здесь мое состояние просто перекосилась и этот заметила моя переводчица и адвокат что у меня состояние изменилось потому что когда я сиди сидела в сизо я себя так не не чувствовал им как бы спокойная была здесь у меня просто реально тяжело да мне стараются облегчить из-за того что я пожаловалась мне начали облегчать как-то хоть как-то там продин дезинфицировали эту камеру хотя это не меняет ничего потому что от клопов так не избавиться да мне дали обогреватель который никому здесь не разрешается как-то легче да с холодом уже все я справилась но с остальным но никак не справиться ограничение свободы ограничение этого телефона эти 20 минут мне катастрофически не хватает ни на что даже элементарно переговорить с переводчиком с юристом адвокатов но не хватает этих 20 минут плюс еще в этом дворе где я нахожусь сигнал пропадает я стараюсь им объяснить эти 20 минут проход пока у меня сигнал проходит этот интернет пропадает то он появляется я хожу с одного места на другого другое место поймать этот сигнал и меня это тоже сильно начинает дергать потом я просто не понимаю что творится в этой стране что там такого написано в моем деле я не знаю чего ожидать от этой страны потому что я здесь нахожусь в страхе как будто я не знаю как будто я в россии нахожусь у них все как раз все по-своему от всего ограничено когда сюда попала не позвонить ничего ничего не дают вот как будто специально это все делается я не знаю что от них вообще ожидать вчера у меня была сотрудница с оон которая мне сказала что либо экстрадируют в россию либо смотри вариант украину я просто не могу понимать что вообще происходит я сказала ну насколько все должно быть серьезно год очень серьезная ситуация с тобой ты у нас типа это редкие случаи и ты здесь первое кто находится вот так в закрытом помещении в лагере здесь такого еще не было и она мне говорит если есть статус у ребенка в австрии тебя через ребенка можно отправить в австрию я узнала вчера у ребенка еще нету этого статуса есть такая система принцип воссоединения семьи и меня это сотрудница сказала сделай этот вариант но этот вариант пока отпадает потому что у ребенка нету статуса чтобы меня австрия вызвала чтобы меня туда переправили вот пока документ не дали ребенку этот статус не дали они вот-вот ожидают но что я хочу сказать или этот вариант я делаю или говорит по истечению с твоего суда который должен быть 26 октября у меня должен быть суд в 10-30 по азилю дадут мне статус здесь или нет если мне откажут амина у тебя большой риск попасть в россию ну как большой риск европейский суд запретил пока он рассматривает мое дело они не могут это сделать я это говорю но опять таки мне говорят что здесь свои законы и услуг как бы свои правила и законы я не вообще не понимаю что вообще здесь происходит да честно мне мне очень страшно если меня туда отправить просто я знаю что потом там будет со мной никто не будет без суда и следствия просто не то что хоть я пропаду не так страшно если убьют даже этого не будет этого не будет будут пытки был будет насилие физическое потому что это там есть она была с теми людьми которых я знала и сегодня их нет на свете как и жену насилуют перед мужем как мужа насилуют перед женой не так страшно хорошо ладно пытки будут ладно но эти пытки что же выходят за рамки я не знаю просто ничего ожидать не еще да я легко обошлась когда была в чечне да у меня были эти легкие легкие пытки по сравнению с другими но даже эти легкие пытки тоже тяжело переносить и когда ты знаешь что с тобой будет там после того что сейчас случилось после того что я здесь все рассказала какой там режим хотя мне никто не верит в это на мое интервью которая здесь давала миграционная служба ответила что я здесь всех обманываю не может быть такого это российская федерация там есть закон и права типа защищаются нет там никаких прав там нет никакого закона есть закон кадырова и все и больше ничей я прошу прощения просто уже 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 прям накрывает конкретно вот эта ситуация вся я просто не знаю чего мне ожидать я уповаю только на аллах я ни от кого ничего я не жду как аллах пожелает так и будет сащие куяц сащие куяц альхамдуллах все причины которые предлагаются сделаны и делают я знаю я всем благодарна всем благодарна кто хоть какую-либо причину сделал в мой адрес и всем этим блогерам которые за меня говорят я просто не в курсе всех новостей потому что из-за телефона мне то там то здесь говорят что за тебя все говорят я им тоже благодарна джаза кумлау хайран всем всем кто сделал хоть малую причину в мой адрес я очень благодарна всем я наверно слишком много сказала но просто я и я хотела об этом сказать чтобы были в курсе если что случится если пропадет связь если я не буду выходить там с юристом с юристом amnesty international или адвокат я не знаю чтобы понимали потому что здесь такое случается прям когда бывает этот суд мне неожиданно говорят или адвоката выбрать надо неожиданно все вот так неожиданно и это такие моменты когда я не могу позвонить никому и мне не дают позвонить толком и поэтому я не знаю что мне делать потому что все так ограничено и как будто вот специально вот закрыта я от всех чтобы никуда ничего не вышло вот я вот так это понимаю эту эту ситуацию анала джаза кумлау хайран всем супонала пока на этом все все у меня теперь телефон забирает ассаляму алейкум варахматуллахи вабарикату аллах это был мастера